Президентский фонд для поддержки общественных организаций был создан лишь в апреле прошлого года, но уже успел поддержать несколько десятков НКО, работающих в самых разных областях. Наука, экология, охрана здоровья, социальная поддержка. Крачаево-Черкесии президентские гранты были выделены на издание русско-нагазького слабаря и создание Центра молодежных инициатив. Словом, повышенный интерес общественников к нынешнему семинару вполне объясним. Протоиерей Александр Нартов рассчитывает получить грант для православной организации. Ранее презентованный проект радиостанция «Вера» уже успешно функционирует, соответственно, и шансы выше, чем у новичков. Это стоит делать. То есть те, кто возглавляет организацию, общественную организацию в Карачаево-Черкесии, участвовать, не бояться, открывать новое, стараться. Никто нас, знаете, не поругает за то, что мы плохую заявку подали. Но даже плохая заявка – это тоже шаг вперед. Чтобы стать грантообладателем, общественная организация должна отвечать ряду критериев. Не иметь госучастия, долгов по налогам и не находиться в стадии банкротства. Некоторые требования с этого года упростили. Нет ограничений по направлениям деятельности, можно подать даже межотраслевой проект. А вместо кипы документов только устав. Саму заявку можно оформить в электронном виде, а на время реализации гранта фонд обеспечит бесплатное введение счета. Но это касается только победителей. А чтобы попасть в их число, придется обойти множество претендентов. Многие из которых срезаются на неправильном оформлении заявки. Не могут представить ее именно как проект. Не прописывают привлекаемые ресурсы, будь то финансы или волонтеры. Когда они заявку подготовят, вот мы сегодня будем об этом говорить, они должны, ну, желательно, чтобы кого-нибудь постороннего попросить ее прочитать. И понять, вот тебе посторонний человек, тебе понятно, что мы хотим, что мы реализуем, для чего наш проект. Практика показала, что после доработки более трети таких заявок выходили фавориты. А значит, есть смысл подходить к формальной части конкурса более основательно. В каналах фонда в социальных сетях разобещено очень много видеоматериалов образовательного. Как структурировать проект, как поставить цели, как формулировать социальную значимость проекта, как формулировать бюджет, как объяснять бюджет. То есть очень много видеоматериалов, когда можно на каждый конкретный вопрос найти ответы. Гранды в этом году будут раздавать по 13 направлений. Суммы разные от 500 тысяч до 10 миллионов рублей. Тут все зависит от сложности проекта, его географического охвата или необходимых ресурсов. Всего в этом году будет два конкурса. На участие в первом конкурсе заявки принимаются с 20 февраля по 26 марта. Второй стартует 16 июля, а заявки на участие будут оформляться до 10 сентября. Их победители войдут в высшую лигу НКО. Это не только престижно, но и позволяет рассчитывать на значительный объем госпомощи в будущем. Решили поучаствовать? Ищите дополнительную информацию на сайте президентскиегранты.рф. Татэк Желавян, Мурат Койчев, Архиз, 24.